Друзья мои, сегодня я вам расскажу, как нас обманывают нефтяные компании. Девушки, скажите, пожалуйста, вот я сейчас заправился на заправке, прокатал карточку, залил на 4000 бензин. Сколько мне баллов на карточку капает? А у вас какой? Обычная зеленая карточка, вот карточка лояльности, да, BP. Сколько мне баллов капает на карточку? Ну, если вы не хотите, зависит от вашего статуса. Ну, хорошо, при начальном статусе сколько? В начальном 1%. А при большом статусе? 3. Но стандартный это 1%. А чтобы сделать 3%, что нужно сделать? Заправляетесь в течение месяца на 300 литров. 300 литров это сколько? По деньгам. 300 литров бензина? Это 15 тысяч. Ну, где вы найдете нормального человека, который на 15 тысяч в месяц заливает бензин? Вот я заливаю на 12 тысяч. То есть, получается, у меня будет 1% скидки, правильно? Правильно. А вот теперь, дорогие друзья, вот смотрите. Винки, да, вертикально интегрированные нефтяные компании, у них полный комплекс. У них, значит, добыча, переработка, разлив и реализация конечным покупателям. Значит, чтобы мне получить 1 бак бензина, мне надо заправить 100 баков. Правильно я понимаю? Я заправляю в неделю 1 бак на 4 тысячи. То есть, получается, у меня 50 недель в году. 50 недель в году. Значит, за 2 года я заправлю 100 баков. И через 2 года нефтяная компания BP даст мне бесплатно 1 бак бензина. С барского плеча. За это время, за это время, выручка этой компании составит с вас, конкретно, как с Витчейской улицы, 400 тысяч рублей. А чистая прибыль в среднем у Винков составляет 40% от оборота. Это 160 тысяч. Вот таким вот образом, за 160 тысяч чистой прибыли, они вам с барского плеча дают 4 тысячи. И это 1 раз в 2 года вы сможете заправить бак. А вот теперь думайте, есть ли смысл вам носить эти карточки? Есть ли смысл сохранять вот такую лояльность, раз они вот так к нам относятся? Вот и все. Вот и все, ребята. Я вам почаще буду такие ролики снимать с конкретными примерами.